Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить торт Баунти. Для этого нам понадобится сахар, сода, ванилин, какао, кокосовая стружка, яйцо, молоко, мука и сливочное масло. Сначала, конечно же, мы с вами испечем бисквит. Для этого мы взбиваем одно яйцо со 100 граммами сахара. Добавляем 100 миллилитров молока, примерно 50 грамм масла подсолнечного, пол чайной ложки соды, ванилин, две столовые ложки какао. Просеиваем один стакан муки. Теперь мы добавляем один стакан кипятка. Итак, тесто у нас готово. Оно у нас довольно-таки жидкое. Теперь мы подготавливаем форму. Форму я застелила пергаментом. Форма у меня вот такая вот в виде сердечка. Теперь выкладываем наше тесто в форму. Итак, отправляем мы наше тесто, наш бисквит в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут. Ну что, пока у нас печется бисквит в духовке, мы приготовим нашу начинку. Нам понадобится кокосовая стружка 150 грамм, пакетик ванилина, сахар 150 грамм, молоко 250 миллилитров и сливочное масло, примерно где-то 90 грамм. Теперь мы ставим кастрюльку на медленный огонь и постоянно помешивая варим. Варим мы примерно 15 минут. Итак, мы достали уже бисквит в духовке. Проверяем мы бисквит, пропекся или нет, зубочисткой. Зубочистка у нас чистая, не прилипает. Значит, бисквит готов. Даем бисквиту полностью остыть. Итак, смотрите, мы поварили нашу начинку вот до такого вот состояния. Теперь выключаем газ и даем немного остыть ей, чтобы она не была сильно горячая. Ну что, смотрите, теперь будем формировать тортик. Я верх нашего коржа чуть-чуть обрезала, чтобы была ровненькая. Теперь будем выкладывать нашу начиночку. Ну что, мы выложили с вами начинку. Теперь отправим наш тортик в холодильник примерно на 1 часик, чтобы у нас наша начиночка немного подстыла. Ну что, у нас тортик стоит в холодильнике. Теперь нам осталось быстренько приготовить глазурь. Для этого нам понадобится с вами 3 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка какао с горкой. Все это перемешиваем. Теперь понадобится 50 миллилитров молока. Вливаем тихонечко, чтобы не было комочков. Теперь ставим на огонь, на очень медленный, и доводим до кипения, постоянно помешивая. Итак, мы довели до кипения нашу глазу. Теперь мы добавляем небольшой кусочек, примерно, вот тут грамм, наверное, 15. Маслечко сливочного. И так же все помешиваем. Итак, маслечко у нас растопилось. 30 секунд еще буквально поварим, помешивая. И выключаем огонь. Тем временем, тортик у нас немного подстыла. Начинка наша. Теперь мы наш тортик будем поливать нашей глазурью. Глазурь мы тоже немного остудили, чтобы она не полностью кипятком была. И теперь поливаем наш тортик. Ну что, вот и практически готов наш тортик. Не забываем помазать глазурью боковые стеночки нашего тортика. Теперь ждем буквально минуточек 30, чтобы наша глазурь подстыла. И наслаждаемся. Вот такой вот тортик у нас получился. Всем приятного аппетита!